Что ж, давайте будем продолжать. Мы переходим к следующей главе. Я напоминаю, что эти главы, естественно, не Аристотелем сделаны, а сделаны редакторами позднейшими. «Поскольку всякое познание и всякий сознательный выбор направлены к тому или иному благу, вернёмся опять к рассуждению. К чему, по нашему определению, стремится наука о государстве? И что есть выше всех благ, осуществляемых в поступках?» Итак, Аристотель повторяет начало. Но он очень странно повторяет это начало, потому что в начале он сказал, что к благу стремятся искусство, наука, поступок и выборы. Всякое искусство, всякая наука, всякий поступок и всякий выбор стремятся к благу. Сейчас он сокращает этот список. Он говорит, всякое познание, наука и всякий сознательный выбор стремятся к благу. А потом... И мы не понимаем, зачем это сокращение? С чего бы оно взялось? Но потом он поясняет себя. К чему, по нашему определению, стремится наука о государстве? И что есть высшее из благ, осуществляемых в поступках? Государство не касается науки и выбора. Оно касается только практики, поступка и искусства. И в этом смысле, с точки зрения практики, очевидно, высшая наука – это политическая наука. Так ли это с точки зрения познания? Это другой вопрос. Но с точки зрения практики нет ничего выше политики. Относительно названия сходятся, пожалуй, почти все, причем как и большинство, так и люди утонченные называют высшим благом счастья. В вопросе о благе сходятся все. Но смотрите, Аристотель снова не категоричен. Пожалуй, практически все. И большинство, гой-полой, черных, и люди утонченные, ну, хорошо, пусть будут утонченные, называют высшим благом счастья. Мы потом должны будем спросить себя, какой категории людей не хватает. Но для этого надо узнать, сколько категорий людей существует. А под благоденствием и благополучием подразумевают то же, что и под счастливой жизни. Но в вопросе о том, что есть счастье, возникает расхождение, и большинство дает ему иное определение, нежели мудрецы. Благородное и справедливое с одной стороны, благое с другой. Жить хорошо и делать хорошо, кажется, должно равняться счастью. Но благо и красота не равны счастью. В самом деле для одних счастье это нечто наглядное, очевидное, скажем, удовольствие, богатство или почет. Но в вопросе о том, что есть счастье. Но в вопросе о том, что есть счастье, возникает расхождение, и большинство дает ему иное определение, нежели мудрецы. А вот и третья категория людей. У нас есть толпа, есть утонченные и есть мудрецы. Понятно, что среди мудрецов явно есть те, которые не согласны, что под благом надо понимать счастье. В самом деле для них счастье – это нечто наглядное и очевидное, скажем, удовольствие, богатство или почет. У разных – разное. Часто даже для одного человека счастье то одно, то другое. Ведь заболев, люди видят счастье и здоровье, впав в нужду, в богатстве. Зная за собой невежество, восхищаются теми, кто рассуждает о чем-нибудь великом и превышающем их понимании. Если, говорит Аристотель, мы посмотрим на окружающую нас действительность, у нас сложится впечатление, что счастье для каждого свое. И не то, что даже для каждого свое, а для каждого свое в каждый конкретный промежуток времени. В смысле, богатые тоже плачут. Если ты здоров, то думаешь о богатстве. А если болен, то думаешь о здоровье. А если богат, то думаешь о самореализации. А если самореализовался, думаешь о конкурентах, которые тебя обошли. А если ты конкурент, который всех обошел, думаешь, как бы остаться, значит, первым до конца жизни. А если ты остался первым до конца жизни, оборачиваясь назад, думаешь, на что же этот человек, возьми, потратил все это время. А если ты потратил все это время на правильное, ты еще думаешь, а как тебя запомнят. А если тебя запомнили, то тоже умер. Вот. Это бесконечное колесо. И, естественно, работать с этим колесом никак нельзя. Нужно четкое или хотя бы общее четкое представление о том, что такое счастье. Некоторые думали, что помимо этих многочисленных благ есть и некое другое. Благо само по себе служащее для всех этих благ причины, благодаря которой они суть блага. А вот мы и нашли того мудреца, который не соглашался со всеми, что благо – это счастье, а начал выдумывать всякое про благо. Этот парень, парень, который за время нашего с вами общения не раз подавился пончиком, булочкой и даже перевернулся в гробу, Платон. Аристотель должен сначала выступить против Платона и доказать нам, что Платон неправ. Обсуждать все мнения, вероятно, бесполезно. Достаточно обсудить наиболее распространенные или же такие, которые, как кажется, имеют известные основания. Мы не должны упускать из виду, что рассуждения, отправляющиеся от начала и приводящие к началам, различны. Да, значит, два типа рассуждений – индукция и дедукция. Сразу вопрос, какой из них возьмет Аристотель. Платон тоже правильно задавался этим вопросом и спрашивал, от начала или к началу идет путь рассуждений, как на стадионе, бегут ли от атлетов до мета или наоборот. Начинать, конечно, надо с известного, а оно бывает двух видов – известное нам и известное безотносительно. Так вот, вероятно, следует все-таки начинать с известного нам. Ага, нам, людям. А Аристотель выбивает индукцию, движение к принципам. Вот почему, чтобы сделаться достойным слушателем рассуждения о прекрасном и правосудном, благородном и справедливом, и вообще о предметах государственной науки, нужно быть уже хорошо воспитанным и в нравственном смысле. Ага, мы возвращаемся обратно. Раньше Аристотель говорил, что нужно иметь, чтобы иметь возможность слушать политическую науку. Широко образованным нужно быть. Широко образованным, опытным. Теперь он говорит, нужно быть широко воспитанным в нравственном смысле. Нужно быть добродетельным. В самом деле, начало здесь – это то, что дано, если достаточно очевидно, не будет надобности еще и в почему. Такой воспитанный человек или имеет начало, или легко может их приобрести. А тот, кому не надо ни того, ни другого, пусть послушает все это. Нет, говорит Аристотель, мы не движемся к принципам, мы и так их прекрасно знаем. Человек знает основания, но он не знает, почему основания таковы, какими они являются. И он не знает, благи ли благородные и справедливые вещи. В любом случае, Аристотель снова напоминает нам. И это, видите, дополнение к тому, кто является целевой аудиторией, о чем я говорил в конце прошлого нашего разговора. Это дополнение к тому, кто является целевой аудиторией. Только добродетельный или хорошо воспитанный человек может быть слушателем и учеником политической науки. Тот наилучший над всеми, кто всякое дело способен. Сам обсудить и заранее предвидеть, что выйдет из дела. Честь и достойный тот, кто хорошим советом внимает. Кто же не мыслит и сам ничего из чужого совета. В толк не берет человек пустой и невыгодный. И негодный. И негодный. Естественно, я не могу удержаться. И не могу сказать вам, что Никол Макиавелли не просто прочитал, а еще и скопировал. И говорит ровно то же самое в одной из глав государя. Что же он говорит? В смысле, что же говорит Аристотель, а след за ним Макиавелли? Существует три типа людей. Способные к познанию. Способные слушать тех, кто способен к познанию. И не способные слушать тех, кто способен к познанию. Будьте внимательны. Разве это не напоминает вам знакомую модель государства? Что это за модель? Потом. Конечно, цари-философы, стражи и все остальные. При этом калакагатия, те самые свободно рожденные, это явно какой из типов людей? Те, кто он может слушать. Второй, конечно, те, кто слушает тех, кто способен к познанию, да. Кажется, Аристотель, не зря вспоминая Платона, делая к нему реминесценцию, в то же самое время поправляет его. Если Платон рисовал идеальное государство, как, значит, строгую политическую систему, где цари-философы, стражи и все остальные существуют, то Аристотель говорит, что те, кто способен к пониманию, не обязательно должны находиться во главе государства. В конце концов, эта книга не для политиков, а для учителей политиков. Более того, в идеальном государстве Аристотеля, ведь калакагатия – это основная масса граждан. Это они как бы делают политику. Это как бы они заняты политикой. Тот факт, что они калакагатия, в смысле средний во всем, делает государство очень средним во всем, то есть очень умеренным. Они не дают радикальной политике некоторых отдельных людей выбиваться ни в одну сторону, ни в другую. Они обеспечивают золотую середину. Они те, кто способен к познанию. Те, кто способен к познанию, находятся вне государственной системы. Максимум, который они делают, учат будущих политиков. Тех, кто способен их слушать. Продолжим рассуждение с того места, где мы отошли в сторону. Видимо, небезосновательное благо и счастье представляют себе, исходя из собственного образа жизни. Значит, две вещи. Первая. Аристотель четко понимает, что он отошел в сторону. И он не просто понимает, что он отошел в сторону. Он еще и указывает на это. Когда автор указывает вам, что он отклонился от рассуждения, что первое приходит вам в голову по поводу этого автора? Что он графомат какой-то. Что он достаточно систематичный. Что он плохой автор, конечно. Только плохой автор в середине важного рассуждения будет вдруг вставлять что-то. И мало того, смотрите, он ведь не просто плохой автор, который нарушил план собственной работы или части собственной работы. Он настолько плохой, что ему хватает наглости заявить, что он это сделал. Нет, 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 нет. То есть он ведь говорит, мы отклонились от темы. Представьте себе, что это произведение, у него есть план, который мы с вами так или иначе обсуждали. У этого отрывка тоже есть свой план, у него должна быть своя логика. Но эта логика разрушена. И мало того, что она разрушена, так автор нам еще и говорит, смотрите, вот теперь я ее восстанавливаю. Так может поступать только очень плохой автор. Почему плохой? Потому что он не только нарушил логику, но еще и настолько нагл, чтобы объявить вам, что он это сделал. А почему плохой, если вы сразу сказали, что у него нет цели быть логичной, либо следовательной? Нет, в нашем рассуждении, в объяснении, которое Аристотель предлагает, нет такой цели. Но книга должна быть очень логичной. Ведь не может быть так, чтобы сейчас он говорил о справедливости, потом 10 параграфов он вспоминал свою маму, потом снова поговорил о справедливости, потом вернулся к определению добродетели, поговорил о мужестве и так далее. Вы видели план? Аристотель очень последователен. У этой работы план есть. И у этого отрывка тоже план есть. Но он сознательно нарушен. Второе замечание. Аристотель так будет делать не один раз. Не один раз он будет вам говорить, а сейчас мы возвращаемся к тому, что мы оставили ранее. И, естественно, мы не можем сказать, что Аристотель – это плохой автор. Нет, нам, конечно, хочется, да, но сделать этого явно нельзя. Поэтому мы должны подумать, зачем бы Аристотелю не просто нарушать план, это нормально, да, для умного человека это нормально, есть такие необходимости. Но зачем ему говорить нам, что он нарушил план? И мы возвращаемся сюда, обратно к Платону. Естественно, в нормальном древнегреческом языке, ровно как и в любом другом древнем языке, практически нет знаков пропинания, практически нет абзацев, идет сплошная бесконечная строка. И уж тем более нет восклицательных знаков. Поэтому, чтобы остановить внимание читателя на каком-то конкретном месте, необходимо прибегать к риторическим приемам. Какой прием использует Платон с ксенофонтом на пару? И почему они могут его использовать? Когда Платон и ксенофон хотят обратить ваше внимание на какую-то позицию, что происходит? Ксекрат клянется. Конечно, кто-то клянется богами, естественно. А Аристотель не может себе этого позволить, потому что это не диалог, это трактат. Более того, если мне не изменяет память, тут практически про богов никогда речь не будет идти вообще. Не говоря уже про клятвы. Поэтому Аристотелю нужен другой риторический прием, чтобы обращать внимание на важные моменты. И мы можем счесть, что заявление о том, что я вернулся к важной теме, это восклицательный знак. И что за ним последует та самая важная тема, к которой Аристотель вернулся. Да. Но если он делает это уточнение о том, что он возвращается к теме, которая ему была заявлена, не значит ли это, что наоборот кусок, который был отмечением, является более важным даже, чем то, о чем он говорит, потому что он в дне плана ему туда поставил зачем-то? Вполне возможно. Находится ли текст, который важен до восклицательного знака или после? Судя по примерам Платона, то есть по клятвам богам, может и там, и там находиться. То есть обычно клятвам богам происходит в середине фразы. Она может происходить в начале, она может происходить в конце. Действительно, это вопрос. Но давайте мы помним, о чем Аристотель говорил до этого отрывка, о Платоне и о том, что он против Платона. А давайте посмотрим, о чем он говорит будет в этом отрывке. Соответственно, большинство, то есть люди весьма грубые, разумеют под благом и счастьем удовольствие, и потому для них желанна жизнь, полное наслаждений. Существует ведь три основных образа жизни. Существует три основных образа жизни. Помните три типа людей, о которых мы говорили ранее, о которых Аристотель говорил ранее? Утонченные. Толпа, утонченные и мудрецы. Соответственно, быть может, это те самые три образа жизни, о которых мы говорим. Да, существует ведь три основных образа жизни. Во-первых, только что упомянутый, во-вторых, государственный, и в-третьих, созерцательный. Итак, есть три образа жизни. Базовый, по-русски плохо звучит, но это калька с английского base, низкий. Базовый, государственный, это, конечно, ужасно, политический и созерцательный. Естественно, базовому образу жизни придается большинство, и, естественно, он подразумевает, что счастье – это удовольствие. Причем, понятное дело, телесное удовольствие, когда вы последний раз видели пролетария в этом самом, в музее Ивни Пушкина, а вот в цирке или в телевизоре сколько угодно. Второе. Там, где есть разнообразие, есть иерархия. Какой из этих образов жизни, при этом понятно, что созерцательный образ жизни – это бездеятельный образ жизни, это очевидно из самого слова «созерцание». Какой из этих трех образов жизни является наивысшим? Для того, чтобы посмотреть на то, какой из этих образов жизни является наивысшим с точки зрения Аристотеля, мы можем открыть политику книга 7-я 13-33-а 15-30, и саму этику, этика книга 10-я 11-77-а 25-11-77-b 5. И мы это и сделаем. Мы думаем также, что к счастью должно быть примешено удовольствие, а между тем из деятельности сообразной добродетели, та, что сообразна мудрости, согласно признанной доставляющей наибольшее удовольствие. Итак, толпа-то права. Удовольствие – это вполне себе мело счастья. Только она не понимает, что высшее удовольствие – это не телесное удовольствие, а удовольствие, доставляемое созерцанием. Во всяком случае принято считать, что философия или любомудрия заключает в себе удовольствие удивительное по частоте и неколебимости. И, разумеется, обладающим знанием проводить время в созерцании доставляет больше удовольствия, нежели тем, кто знания ищет. Да и так называемая самодостаточность прежде всего связана с созерцательной деятельностью, ибо в вещах, необходимых для существования, нуждается и мудрый, и правосудный, и остальные справедливые. И остальные. Но если этим достаточно обеспечены, то справедливому нужны ещё и те, на кого обратятся и вместе с кем будут совещаться его справедливые дела, подобным образом обстоит дело с благоразумным, и с мужественным, и с любым другим добродетельным человеком. Все добродетели зависимы от других людей, потому что все добродетели коллективные, кроме умственной добродетели, кроме мудрости, а нас бы индивидуально. Вернитесь к слову «самодостаточный» в этом предложении, пожалуйста. Да и так называемая самодостаточность прежде всего связана с созерцательной деятельностью. Так называемая самодостаточность это, конечно же, что? Философия. Автархия. Автархия, конечно. Есть только один тип человека автархии, и это созерцательный тип. Это философ. До 77 Б5. Мудрый же и сам по себе способен заниматься созерцанием, причем тем более, чем он мудрее. Наверное, лучше ему иметь сподвижников, но он все равно более всех самодостаточен. Этого будет достаточно для наших пояснений, да. А созерцание? Что это? Это настолько самоочевидно, давайте я... Что вы мне... Это невозможно выразить? Да. Да? Да. Как? Созерцание... Созерцание это мышление, связанное не с фроносисом, а с софией, с мудростью, которая при этом направлена на поиск знания. Созерцание это не деятельность, мыслительная деятельность от недеятельности. И для того, чтобы созерцание могло осуществляться, вам нужен досуг. Вы знаете эту шутку? Досуг по-гречески схоле. Вам нужно схоле. А для этого вы не должны, конечно же, трудиться, потому что схоле вам нужно для созерцания в огромном количестве. При этом схоле не ведет к созерцанию, но необходим для созерцания. Точно так же, как для счастья в кавычках из нравственных добродетелей нужны внешние блага, точно так же схоле необходим для того, чтобы достичь добродетелей умственной, а не нравственной. Вы сказали, что созерцание это не деятельность, это еще и не умственная деятельность. Нет, это умственная деятельность, это умственная... Но умственная деятельность от недеятельности поиск истины поиск истины да да но ученики как круче нет конечно же ученики философы конечно учить политика философ не должен вообще он должен учить других должен в кавычках естественно потому что арестователь говорит что было бы здорово если бы они были но и без них обходимся прекрасно то есть он решает вашу обучение к сожалению это деятельность то есть это имеет отношение к школы но это не имеет отношения к эвдемонии к счастью и раз уж мы затронули слово счастье она только что впервые прозвучало если мне не изменяет память чуть выше мы должны немного прояснить его для себя во первых эвдемония это не то что наше счастье во многих смыслах в самом простом смысле сам базам счастье эвдемония буквально это благо божие но имеется ввиду не в том смысле что вы стали благим богом да раз у вас эвдемония а в том смысле что боги относятся к вам благосклонно что боги на вашей стороне может быть под этим подразумевалась изначально тот факт что вам все удается да вот этот человек благословлен богами за чтобы он не взялся у него все получается но со временем эвдемония стала совершенно другое означать ну все еще не наше счастье мы по-моему говорили об этом в прошлый раз но не будет лишним повторить наше счастье которое мы сейчас называем счастье предполагает душевную безмятежность покой состояние когда центростремительные центробежные силы равны и вообще хорошо и бабочки в животе эвдемония не предполагает этого в принципе эвдемония предполагает не хорошее состояние души потому что если у вас не хорошее состояние души этого сумасшедший эвдемония предполагает по крайней мере то как и описывает аристотель является результатом правильного действия причем настолько заученного заточенного что это действие превращается в привычку хорошо воспитанный наверное было бы неплохо сказать но хорошо по воспитанный по-русски это очень плохо да мы снова попадаем вообще мимо хорошо надрессированный наверно было бы уже лучше потому что тогда и сразу исчезает вот эти все вежливые да там тихий спокойный да вот стыдливый вот это вот все исчезает да хорошо надрессированный но это представление гибнет как только мы понимаем что счастье только для созерцания и счастье не связано с деятельностью и значит счастье это не привычка не результат привычки и что обучение не имеет отношения к подлинному счастью которое только и доступно для созерцающего никакого отношения если имеет то только третестепенное приходится признать что счастье ровно как говорит здесь аристотель подлинное счастье философское счастье имеет огромную укорененность или имеет своей огромной частью удовольствие но это опять-таки довольно специфическое удовольствие не телесное удовольствие и мы бы могли сказать чтобы уже окончательно отбиться от нашего представления части не душевное удовольствие и мы возвращаемся после этого вопроса к моей вчерашней речи о том как я прекрасно готовился к этому курсу великолепно просто и посмотрел в том числе некоторые доклады посвященные никомаховой этики где несчастный американский профессор говорит нам что аристотель говорит что теперь-то все доказано что созерцание есть высшая деятельность и что счастье только философское но не говорите аристотель говорит что счастье доступно подлинное счастье доступно только философом в большей своей части заключается в удовольствии ну не говорит что это за удовольствие быть может ему и не надо потому что если вы дочитали книжку до конца и это ваша книжка смысле вы попали в целевую аудиторию не в низкую а высокую ее часть вы и сами прекрасно знаете что это за удовольствие а если нет то вернитесь обратно к счастью в кавычках вот там где добродетели там где поступки да и платона флотов что в итоге дает нам крутого философии нет почему аристотель прямым текстом говорит что она дает крутого это счастье и очень рад за него так что конечно не он говорит что оно заключается не смотрите мы всегда должны держать в голове следующее философия это поиск истины она не обязательно означает нахождение истины а что насчет тех философов которые говорят что истины нет таких не было при аристотеля но я таких не было но философы разные ну да не так ли вы там подменидой и ничего страшно в этом нет врачи ведь тоже разные а и мужественные люди ведь тоже разные то есть вы пытаетесь сказать что тот факт что философии много они одна говорить против философии то есть указывает на то что вот если баристотель достиг истины этого его бы ущения было как бы как маркс acts учение верным потому что всесильным и всесильным потому что верным не против философии аккуратив только тоже чтоreetо Какое благо, и что это высшее благо, и он лучше, и выше, чем Аристосия? У философии есть аргументация в пользу этого. Ну, а куда, например? Значит, та, которую Аристотель уже нам приводил. Очевидно, что существует иерархия, что каждое действие предполагает некое благо. Каждое искусство предполагает некое благо. Раз искусств много, значит, благ много. Раз и тех, и других много, значит, существует иерархия. Значит, как только мы найдем высшее искусство, мы обнаружим, что оно достигает высшей цели. У нас есть только три претендента на звание высшего искусства. Ни одно другое искусство на это не претендует. Политика, экономика и философия. Мы отвергаем экономику по уже описанным причинам. У нас остаются два соперника – политика и философия. Аристотель в политике говорит, мы читали это сегодня в самом начале, что вопрос о государственной деятельности, вопрос о государстве, вопрос о человеке, как цельном человеке, связан с автаркией. И говорит при этом, что человек автаркии находится вне государства. Он не поясняет, почему. Сейчас мы можем сказать, что он поясняет нам, почему. Помните, что политика следует прямо за них, ромаховой этикой. Философ находится вне государства, потому что он ничего не делает. Он не занимается деятельностью. Всякая деятельность, всякое искусство, и в этом смысле философия не искусство, включено в политику, находится внутри государства. Философия не включена в политику. Философия не искусство. И кажется, поэтому философия стоит выше, чем политика. Философия дает человека автарки. Но если это так, то по уже пророженному нами рассуждению мы должны сделать вывод, что философия – это высшее искусство. И значит, оно ведет к высшей цели. И значит, эта высшая цель, как бы она ни понималась и чем бы она ни была, является высшей, то есть предельной. Иными словами, больше, чем вам дает философия, вам ничто другое дать не может. А платоновское государство разве не является попыткой заняться политикой? Даже если он демонстрирует то, что идеальное государство невозможно? Нет, это как раз-таки доказательство того, что нельзя. У Аристотеля в политике ровно то же самое. Помните, сверхчеловек не может стать царем. Потому что тогда он перестанет быть собой. То есть, таким образом, как бы Аристотель и Платон показывают, что… Политика и философия несовместимы, да. То есть, философы, которые отрицают возможность нахождения истины, и истины, в принципе, не являются философами? Отнюдь. Философия – это поиск истины, а не нахождение истины. Ну, поиск истины… Понимаете, чем поиск? Истина отличается от нахождения истины. То есть, мы предполагаем, что эта истина существует? Да, например, хорошо. Но если мы предполагаем, что истина не существует, значит, мы философы. Кто этот не философ? Ну, вы знаете, тот самый. А вот он лично говорит, что он уверен, что истина существует, и он ее нашел. В том, что истины нет. Это плохой парадокс. Не парадоксально, а это утверждение будет звучать следующим образом. Существует только становление, бытия не существует. И видите, уже никакого парадокса нет. И это вполне себе хорошая стандартная истина. Да. У меня два вопроса. У тебя очень коротко. Луцаря нет оттанки? Нет. Все. И второй вопрос относительно счастья. Раз уж мы заговорили, надо прояснить. А то, что это такое? Это процесс? Это состояние? Или это вообще сущее? О чем вы говорите? Это тяжелый вопрос. И я думаю, что Аристотель только начал говорить о счастье. И по ходу первой книги он даст несколько определений. А потом даст еще немножко определений. Сейчас, забегая вперед, очень схематично. Мы можем сказать, что эвдемония с моральной точки зрения является результатом совмещения добродетели, то есть действия, добродетели – это всегда действия, добродетели, и неодейимого от нее фроносиса. То есть счастье – это не состояние, счастье – это практика. Или, по крайней мере, результат практики. Кажемое счастье. Потому что мы говорим о добродетели. Конечно, да, а моральные добродетели, да. Я говорю. К сожалению, Аристотель ничего более ясного, чем этот отрывок, нам не дает. Мы можем политику открыть, там будет примерно то же самое сказ. То есть целевая аудитория книги не позволяет ему серьезно развернуться. Это не нужно здесь. И это уж тем более не нужно в политике. Есть же целевая аудитория, как вы сказали, которая внизу и которая наверху. Почему? Для тех, ну, для той целевой аудитории, которая наверху, не прояснить. В этом нет необходимости. Я пытаюсь, да? Я не знаю. Но давайте попытаемся представить. В этом нет необходимости, потому что, если подобные участники целевой аудитории существуют при жизни Аристотеля, они должны познакомиться с Аристотелем. В живой смысле? Конечно. Подлинное учение – это только устное учение. Оно ни в коем случае не письменное. И второй вариант развития событий. Если мы предполагаем, что, значит, познакомиться с Аристотелем нельзя, то кажется, что мы должны доказать свою принадлежность к верхней части целевой аудитории путем соответствующих размышлений. То есть Аристотель дает нам начало, Аристотель указывает на проблемы, но так как философия – это поиск знания и нахождение знаний, Аристотель не говорит, как эти проблемы решать. Когда мы предложим свои собственные решения, тогда мы докажем, что мы являемся частью целевой аудитории, но тогда у нас будет наш собственный ответ на то, что такое счастье. Но если мы действительно принадлежим к этой целевой аудитории, мы можем сами поставить эти проблемы? Ну, то есть мы можем сами до этого дойти? Конечно, но нам не помешала бы помощь. В конце концов, образование, даже Аристотелю не помешало помощь, даже Платону не помешало помощь. Единственный, кто остался без помощи – это Сократ. Но даже Сократ вам скажет, у меня были много учителей, и я учился у всех. Хорошо, в таком случае, я правильно понимаю, что ситуация следующая? Аристотель не говорит нам о том, что такое счастье в плотном смысле, потому что, с одной стороны, если вы не способны этого узнать, вам бесполезно объяснять, и если вы способны узнать, вы, скорее всего, уже знаете, что это такое, нет смысла вам этого объяснять. Ну, вряд ли, скорее всего… То есть, меньше Сократ не грязь, а больше само откроется? Нет, но вряд ли вы уже знаете. Вы, по крайней мере, способны самостоятельно дойти до этого. То есть, если вы уже знаете, вам, наверное, Аристотель не нужен, и читать Аристотеля нет никакого смысла. Вот для этого я, собственно, не веду, по большому счету, философ Таркичин, потому что он независимый от других философов. Если вы уже философы, то не будете читать Аристотеля. Да, именно… Потому что вы с вами, на самом деле, не будете. Ну, что вам нужен? В более поздних книгах этики, конечно, будет много рассуждений о дружбе. Это прямо очень важно. Но, соответственно, вы понимаете, что книги Аристотеля, как и книги Платона, это не для тех, кто стал философом. Это для тех, кто становится философом. Учился философии. Но не истории философии. То есть, это потенциальный философ, который хочет, может и прилагает усилия к тому, чтобы стать актуальным философом. У меня два вопроса. Первое, то есть, вы говорите, поиск знания, это не нахождение знания. Конечно. Вопрос, зачем заниматься поиском и не иметь цель найти? Совместно, просто вы знаете. Да, но она недостижима. То есть, все-таки философ ставит целью найти? То есть, вы должны Аристотелю в голову залезть и спросить, он ставил себе целью найти или не ставил? Он точно занимался поиском. И так как он не сумасшедший, то если он занимается каким-то делом, то, наверное, он занимается с какой-то целью. Хорошо. И второй вопрос. Я все-таки до сих пор не могу понять, из чего мы делаем вывод, что разнообразие порождает иранхию. Вы вчера сказали, Наташа, такой момент. Если вы ставите экономику искусство на искусство, значит, я вынужден сказать, что вы, наверное, марксистка. Окей, здорово. Вот я, допустим, сижу и говорю, я марксистка. У меня нет вот этого созерцания, о котором вы говорите. И что вы на это скажете? А при чем здесь иранхия? Ну, то есть, при чем здесь иранхия? Потому что вы сказали, что вы марксистка, а следовательно, вы маркс-философ, то есть вы последователь какого-то другого философа, и следовательно, мы говорим о разных вещах. То есть вы допускаете в существовании двух каких-то течений, и при этом почему вы делаете именно это? Я боюсь, что я просто оказался неправильно понят. Я имел в виду не это. Когда, я хотел сказать, что если вы утверждаете примордиат или главенство экономики, вы марксистка, я имел в виду, с вашей точки зрения, с точки зрения вашего вопроса, следующее, иерархия, разнообразие всегда подразумевает иерархию, потому что марксисты просто говорят, что экономика является главной. Вот, я же говорю, почему? Речь идет о том, что равенства нет ни в одном учении. Иными словами, марксисты делают свой выбор и говорят «это высшее». Аристотель делает свой выбор и говорит «это высшее». Там, либералы делают свой выбор и говорят «это высшее». Так или иначе, придется сказать, что что-то является высшим. Да, это действительно серьезный вопрос. Значит, для греков это не вопрос вообще. Там, где существует разнообразие, есть иерархия. Другого выбора нет. Для современников это проблема. Большая проблема. Почему? Потому что если существует иерархия, там где есть разнообразие, то у нас, например, большая проблема с тем, чтобы принимать в себя чужие культуры. Либералы ведь обещают, что они не будут лезть в морали. А значит, они не будут лезть в вопросы, требуют ли ваши религии отрезать головы или побивать камнями. Будьте счастливы. И в этом смысле они вынуждены объявить всякую культуру, всякую мысль, равной любой другой мысли. Все существующие культуры одинаково ценны, говорят либералы. Но тогда, говорим мы себе и окружающему, получается, что не только все существующие культуры равны, но и все культуры, существовавшие, равны существующими. А раз так, то либеральная идея о том, что мы должны жить процветающе, зарабатывать деньги, избегать страданий и не вредить другим, ничем не отличается, никак не выше идеи о том, что надо забивать неверных женщин камнями, надо вырезать сердца в честь нашего бога Цкуатля, иначе он не даст нам дождь. Надо сжигать ведьм, надо закапывать в песок, и надо детей сажать в фарфоровые вазы, чтобы сделать из них карликов в определенной форме. Как это неправда? Если вы не объявили иерархии, либеральные ценности, ценности либеральной культуры ничем не выше, чем ценности Месопотамии 3 века до н.э. Да, но у либералов же ценность одного человека, а не очень ценность другого. Нет, ценность одного человека, не выше ценности другого, все люди абсолютно равны. Ценность одного человека, ну, то есть ценится свобода и уникальность одного человека в противоположность, там, на рыбу. Грубо говоря, мы не можем одни пожертвовать ради других. А соседняя культура говорит, что может, а мы также объявили полное равенство культуры. А соседняя культура говорит, что может, и она может взять их в женщину. То есть вы считаете, что либералы скажут, да, пожалуйста. Я не просто считаю, что я говорю, я не просто так считаю, я вижу, что так и происходит. Ну, так это происходит, да, надеюсь. Я не просто так считаю и говорю, что это происходит. Я вам примеры могу привести до бесконечности. Прилетаете в аэропорт Анстендама, а там стоят, значит, на выходе из летных ворот, стоят мусульманки в хиджабах завернутые. Они митингуют, чтобы им разрешили носить хиджабы. Это их священное либеральное право. С тем же успехом они бы могли митинговать за то, чтобы им разрешили жить по шариату и побивать камнями любого, кто нарушает шариат. Это их священное либеральное право. Ну, как побивать камнями, что затрагивается в волке другого? А носить хиджабы... Так это с точки зрения либерализма. А с точки зрения Корана нет. Но если религия ислама или культура ислама точно так же равна и ничем не выше и не ниже, чем либеральная культура, тогда сделать выбор невозможно. На каком основании вы должны сказать, что либерализм должен быть избран? Нужно понять, что мы не можем божествовать одним человеком, брать другого. А соседняя культура говорит, что можем. Но если вы не делаете иерархии и не говорите, что либерализм находится выше, чем ислам, что либеральная западная культура выше, чем исламская культура, вы не можете обосновать своего решения. То есть вы можете сказать, мне нравится, что меня не побивают камнями. Но это не аргумент. Здесь срабатывает ловушка, потому что, к большому счёту, когда мы говорим, что либерализм круто, мы уже говорим, что либерализм круче ислама, поэтому мы ставим себя наравне со исламом. То есть мы... Ну, я понимаю, да, да. Либерализм говорит, что мы круче ислама, например, условно говоря, поэтому мы как бы стоим с ним на одной ступени. Но мы должны выбрать либерализм. То есть, опять, он приоритет. Да, да, единственный выход в такой ситуации, это говорить, что не либерализм лучше ислама, да, а либерализм лучше для вас, чем ислам. То есть это ваше личное предпочтение. Но тогда вы ни в коем случае не можете остановить мусульманина, у которого личное предпочтение отрезать вам голову за то, что вы кефир. Вот. И кефиры неверны. Всё. И вы ничего не можете сделать, потому что он имеет точно такое же право верить в свои ценности, как вы в свои. Так ведь свобода человека заканчивается на свободе другого человека. В это верят либералы. Ну, да. А мусульмане не верят. Исламская культура так не считает. Древняя месопотамская тоже так не считает. Но если все культуры равны, значит, вам придется признать, что точка зрения «нельзя задевать другого» абсолютно так же обоснована, как точка зрения «можно убивать женщину, совершившую адюльтар». Вы просто привели пример с Амстердамом и митингующими мусульманками. И там, ладно, хиджаб – это одно дело, а побывание камней – совершенно другое. Потому что если ты живешь в либеральном государстве, ты должен сохранять свою культуру в рамках либерализма. Нет, ни в коем образом. Изначальный либерализм, он потому и оказался так успешен. Он просто давил всё, что не либерализм. В частности, крестьянское наследие. Вы помните, насколько серьёзная была война либералов против… У нас французская революция случилась, чтобы церковь раздавить, наконец. Несчастные французы, я уж не помню, кто из них, всё время кричал «раздавите гадину, раздавите гадину». Гадина – это же церковь. Вот и всё. То есть это и есть результат того, что либералы отказались быть либеральными, не были достаточно либеральными, чтобы объявить все культуры и все точки зрения равными. Нет, есть отсталые точки зрения, например, религиозные. А теперь мы доходим с вашей подачи до ужасных выводов. Именно поэтому у нас нет другого выбора, кроме как вернуться к античному образу мышления и сказать «там, где есть разнообразие, там всегда есть иерархия». Из этого, конечно, можно дальше делать страшнейшие выводы, потому что мужчина и женщина – это тоже разнообразие. Ребёнок, взрослый, старик – это тоже разнообразие. Красный, белый, я не знаю, там, голубо-жёлтый, ещё какие-то цвета флагов вспомнить – это тоже разнообразие. Тогда почему вы говорите, у нас нет других выводов, кроме как обратиться к этому? Потому что альтернативой служит гибель. Тот, кто придерживается идеи о том, что всё равно и все равны, ведёт только к своей гибели, потому что он не может защититься от того, кто говорит, что это не так. Значит, нужно искать что-то другое. Что мы и делаем. Но нужно же искать что-то, что уже есть. Мы же не можем что-то изобрести, по крайней мере, как студенты, как исследователи, не можем, да? И мы обращаемся к тем примерам, которые у нас есть. И классическая политическая философия – это существеннейший пример. У нас нет ничего настолько мощного или практически нет ничего настолько мощного. Мы сегодня вспоминали про другого человека, который тоже говорил, что он мощный. Настолько серьёзного влияния у нас нет. Кто-то бежит на восток и говорит, что там можно поискать альтернативы. Кто-то там под землю залазит, да, или в небеса лезет. Может быть, там есть альтернативы. Но мы с вами не можем ни на восток, потому что я не могу на восток. Под землю не можем, и над землёй тоже нечего искать. Поэтому мы обращаемся к рекламу, да. То есть получается, что вообще не существует таких разнообразий, между которыми нельзя было бы построить иерархию? Нет. Мы берём это как абсолют или как в конкретной ситуации? Давайте мы возьмём это как принцип, применимый в каждой конкретной ситуации. Даже если вы возьмёте двух близнецов, вы всё равно сможете построить иерархию. Один из них окажется лучше другого. По какому бы принципу вы не вирали? Красивее другого, умнее другого, нравственнее другого. То есть нам в любом случае нужно смотреть на ситуацию? Ну, конечно. То есть мы же сравниваем по параметрам, а не просто говорим, что лучше и всё. И там, я не знаю, ножкой топаем по столу или по полу и говорим, вот так мы решили. Просто вы сказали про флаги, у меня такая мысль появилась. Если мы, в принципе, берём всю вариацию цветов, всю цветовую гамму, мы не можем сказать, какой цвет лучше, красный или зелёный? Если при этом мы не применяем дополнительных квалификаций. Например, для того, чтобы, я не знаю, убивать бактерии, лучше ультрафиолет. А для того, чтобы нагревать воду, лучше инфракрасный. И так далее, и так далее, и так далее. Если мы просто смотрим на цвета, там, не знаю, красные обои или жёлтые обои, мы не можем сказать, какой из этих цветов будет лучше. Если при этом мы не говорим о цели. В этой комнате кто будет жить? Если это ребёнок, то лучше жёлтые. Почему? Потому что красный подавляет. А если красный, то мы применяем? Не важно, красный угнетает. Слишком много, ну, просто психологически так. Если это взрослый, то можно, если вы хотите быть угнетённым, если вы хотите чувствовать всё время депрессию, пожалуйста, можно красный. То есть телеология подразумевает, что мы можем решать эти проблемы в соответствии с целью. Это, в принципе, примерно то же самое, как мы с вами вчера обсуждали, кто стоит выше. Человек, который работает для того, чтобы излечить, да, на свою бабушку, и тот, кто откладывает деньги на учёбу. Конечно. То есть добавляем частности, чтобы выявить истинную иерархию. Ну, то есть смотрим на все, не знаю, обстоятельства. Чтобы понять, кто стоит выше? Ну, в данном случае, наверное, нет. Скорее нет. Но чья цель выше? Скорее нет, чем да. Но чья цель выше, да. То есть вы говорили, цель лечить и цель учиться. Понятно, что дальше надо вставить вопрос, лечить кого, да, и учиться на кого. Уточнение как раз в связи с вопросом. Если мы выстраиваем иерархию, то мы должны выстраивать эту иерархию, ну, по какому-то принципу, очевидно, мы не можем построить её. Ну, можем, наверное, но будет странно строить иерархию между этим столом, машиной, которая за мной выезжает, и облаком на небе. Получается, что иерархия у нас выстраивается в отношении некоторой цели. И сама иерархия, суть, есть выбор вариантов по степени их эффективности для достижения этой цели. Потому что если у нас разные цели, мы не можем построить иерархию. Можем, если начнём с иерархией целей, о чём Аристотель говорит. Нет, в этом случае, в этом случае, мы всё равно будем делать так в конце цели. Мы без единой цели иерархию не построим, потому что иерархия, ну, как бы из того, что... Нет, 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 нет. Это эффективность и достижение целей. Ну, всё. Не совсем так. Ещё разочек, мы ведь можем построить иерархию целей. Как угодно, но у вас всё равно будет только одна цель, ради которой вы вы выстраиваете иерархию целей. Вы и не рады ху-ра-тен-цели строить. Вы должны понимать, что наиболее эффективно вас к вашей цели приведёт. Фронт и светил город, пожалуйста. Можно дополню, если я поняла, о чём будем речь? То есть, условно, мы парту, облако и машину можем сравнить, только если у нас есть какая-то определённая цель? Конечно, мы должны объяснить, что из этого... Я хочу пойти погулять, что мне для этого будет полезно. Облако, парта и... Да, 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 это я понял. Но я же пытаюсь вам... Может быть, я не понимаю, а только думаю, что понимаю, но я же пытаюсь вам сказать, что мы очень легко можем построить саму иерархию целей. То есть, вы говорите мне, что для того, чтобы пойти гулять, раз ваша цель – пойти гулять, нужна там не машина и парта, а там ботинки нужны. И, соответственно, ботинки – это лучшее из вот этого разнообразия, из этого набора. Но я говорю вам, вы захватываете не слишком малую часть картины. Вопрос – цель пойти гулять, она чему служит? И вы бы могли... Ну, понятно всё, конечно. Нет, но тогда таким образом вам нужно всего лишь знать иерархию целей, а иерархия предметов как способов достижения этих целей окажется второстепенной, нет? Вы только что сами ответили на этот вопрос. Вы должны знать иерархию целей. Должны быть чего? У вас должна быть цель для того, чтобы вы знаете, иерархия – цель. Я говорю именно об этом. У вас всегда должна быть цель построения иерархии. Вы же для какой-то цели выстраиваете иерархию целей. Да. Вы же не просто... Ну, для цели познания, да? Да, хорошо. Я имею в виду, что мы не можем строить иерархию из рандомных вещей. Конечно. Причем по разным основаниям. Да, я... Когда мы говорим, что кто-то работает, чтобы деньги на учебу откладывать, а кто-то работает, чтобы больного пенсионера лечить, это разные цели. Мы не можем построить иерархию между этими двумя людьми, которые делают одно и то же. Они работают, они деньги заработают. Можем. Они разные. Да, притом, что... Ну, так как существует иерархия целей... То есть у нас должна быть одна большая цель. Да, это счастье. Так, ладно. Да. И они там где-то внизу копошатся. Нет, они... Иерархию выстраивают по тому принципу, кто из них просто ближе к этой цели. Конечно. Ну, все, отлично. То есть два человека, делающих совершенно разные вещи, все равно могут быть сравнены и поставлены в иерархию, потому что у нас есть иерархия целей. С этого аристотель начинает. То есть получается сравнить можно что угодно, и разнообразие, оно есть всегда. Не бывает случаев, где нет разнообразия. Просто мы в таком случае попадаем в картину, что... Нет. То есть все, что угодно нужно сравнивать с чем угодно, просто досконизирует на понятие бытия. Случай нет. Если он действует, значит, можно сравнить. Может быть, это чересчур. В случае с Аристотелем речь идет, конечно, и с этикой. Речь идет, конечно, только о людях и о человеческой деятельности. Пожалуйста. Да, пример с конкретными объектами, да, возможно, он невалитен, потому что... Нет, ну почему... ...возьмите ли о деятельности. Но даже если мы возьмем деятельности, как бы суть не особо поменяется. То есть если мы берем иерархию деятельности, то у нас в любом случае должны быть цели. Ну понятно, потому что... И сравнивать деятельности мы можем только в конечной, потому что сравнивать с ближайшими целями невозможно. Если ближайшие цели расходятся, мы уже не можем сравнивать. Если мы говорим, что у нас должно быть основание, которое будет общим для того или для другого. Да, но так как все деятельности и... Направлены на какую-то одну цель, мы через нее... Да, но... Ну то есть мы говорим, что стол и полотоколонна одно и то же, потому что и то, и другое – это материальный объект. Ну так и так, получается. Ну мы не говорим про стол и про колонну, да, это же сложно. А мы говорим в обратную сторону. Мы видим разнообразие, разнообразие деятельностей. И мы понимаем, что там есть разнообразие, это принцип, да? Там есть иерархия. Соответственно, мы делаем вывод, что должна существовать высшая цель. Не в обратном порядке. Не существует высшая цель, поэтому все остальные цели ей подчинены, поэтому иерархия, поэтому мы можем сравнивать одно и другое. А сравнивая одно и другое, мы приходим к выводу, что существует иерархия. Да. Еще раз, пожалуйста. Иерархия динамична? Нет. То есть, если у нас есть условия... Хотя, в другой степо, подождите. Конечно. Иерархия чего? Смотря чего? Деятельность. Деятельность. У нас есть иерархия деятельности. Которая у нас общая на вся цель. Тогда мы уже это обсуждали в прошлый раз. Помните ваши плотники и врачи во время чумы и не чумы? Да, да. Мы вполне... Да. То есть, иерархия... В каких-то аспектах она динамична, в каких-то нет. Например, политика будет высшим искусством, чтобы не произошло. Что бы не произошло? Произошел социализм. Все будет просто... Коммунизм, вы хотите сказать? Коммунизм, да. Все. Я согласна, не политики. Это суперкруто. Во-первых, не наступил и никогда не наступит. Именно по этой причине, например. А даже если наступил, Аристотель бы сказал смело, что все уровни общения между людьми остались. И, соответственно, политическое тоже никуда не денется. Даже если мы представим себе, скажем, не коммунистическую утопию, потому что она совсем утопия, а анархистскую утопию. Условно говоря, независимые поселения, которые действуют независимо. Даже самые ярые анархисты должны и признать, что будут существовать просто маленькие сообщества. Но внутри этих маленьких сообществ тут же возникнет политическое. Банально потому, что надо определять, нам нужен врач, не нужен врач, нам нужен сантехник, не нужен сантехник. Сколько сантехников нам надо? Врачебное искусство не может сказать, сколько врачей нужно для этого конкретного поселения. Неужели? Определенно нет. Ну, я думаю, что врачи видят, что не справляются. Да, они могут сказать... Они могут сказать, что вообще, ну, мы неплохо и ищем, конечно. Да, да, да. Мы не так занимаемся, но не можем нам дать больше врачей. И кто из них будет прав? Нет, смотрите, врачи, конечно, могут сказать, что нужно больше врачей, но они не могут сказать, сколько врачей. И более того, какой бы врач стал говорить, что нужно меньше врачей? Тот, которому меньше достается. Я вообще не управляюсь, потому что врачи не могут... Тогда его и уволят, да? Как это обычно бывает. То есть Аристотель предполагает, что общение, неправовое общение, общение между людьми, может быть, по сути, только одного рода, если мы убираем господско-рабское общение. Это политическое общение. И тогда там, где есть разнообразие, там всегда возникает иерархия. Я не знаю, подумайте о своих любимых зомби-сериалах или сериалах про выживание. Там в любой группе всегда вдруг появляется начальник и крикун, который говорит, мы за тебя не голосовали. Вот в любой ситуации любое маленькое сообщество самоорганизовывается в какую-то структуру. И эта структура автоматически становится политической структурой. Мы можем представить себе такой, ау горный, который не то, что налоги не платит, который вообще чиновников-то никогда не видел, банально, потому что они туда не лезут, ну что туда забираться, да? Сам себе шею сломаешь, пока туда дойдешь. Но даже в этом ауле есть условный суперстарейшина, к которому все приходят за вопросом, что делать. И он отвечает. Не формальный вождь, которого избрали, а просто достаточно старый и мудрый человек, который способен ответить на интересующий ваш образ. И это уже политическая структура. Врачей нет, учителей нет, а политика есть. А почему вы называете иерархию политическим явлением, если мы, в принципе, не можем ответить на вопрос, что такое политика? Каждая наша попытка определить это понятие, оно оказывается неполным. Почему мы тогда считаем, что иерархия обязательно связана с политикой? Нет, она не обязательно связана с политикой. Я просто приводил пример тому, что мы никуда не... Иерархия в общем. Нет, нет, нет. Даже когда мы можем себе представить закрытое сообщество, которым нет привычных нам государственных частей, нет аппарата принуждения, нет налоговиков, нет чиновников, там все равно окажется некое политическое. И оно будет заключаться в той или иной форме в управлении сообществом. Но это управление сообществом будет, конечно, иерархичным. А что тогда такое это некое политическое, ну, по Аристотелю? Для этого мы, конечно, должны читать политику, а не этику. И что такое общение политическое, сказано чуть ли не в самом начале, в самой первой книге. Давайте мы посмотрим на то, что оно такое, с точки зрения того, зачем оно нужно, чтобы у вас была привязка, потому что мы сегодня это читали. А зачем нужно общение политическое, зачем нужно государство? Ну, для того, чтобы человек был счастливым. Для того, чтобы... Для хорошей жизни. Аристотель говорит, государство возникает, потому что необходимо жить, но существует оно для хорошей жизни. Целью политики является счастье. Целью политики является общее благо. Отдельный человек не в состоянии достигнуть общего блага. Не только потому, что он один, но еще и потому, что ему это не нужно. Просто тогда получается, что либерализм – это единственная лучшая... С чего бы это? Потому что только она говорит о том, что индивидуальное счастье важно. Я только что вам сказал, что речь идет об общем счастье. И Аристотель только что говорил, что общее счастье стоит выше, чем индивидуальное. Как же у вас получается, что либерализм оказывается лучше? Ну, потому что не могу представить, что такое общее счастье. Быть может, это еще впереди для вас, пока мы будем читать книгу. То есть Аристотель будет раскрывать нам добродетели и, соответственно, указывать, что такое... Он даст определение счастья чуть-чуть попроще. Вам не кажется, что иерархия, ну, даже античная, и возвращение к иерархии подразумевает тоже гибель? Ну, в принципе, как и либерализм, потому что признание иерархии приводит так или иначе к насилию. Если, там, условно, один народ считает себя гораздо лучше развития и сильнее, чем другие, он считает, что имеет право, например, уничтожать или эксплуатировать другие народы. Да, да, да. Вот, тогда почему возвращение к иерархии – это правило? Тогда ваш вопрос должен вручаться совершенно иначе. Почему насилие – это плохо? Почему жестокость – это плохо? Почему страдание – это плохо? Если мы откроем Аристотеля, вот из того, что мы уже читали, так страдание же вполне может быть хорошим. Когда вы себя заставляете и приучаете в привычки быть добродетельным, вы страдаете. Когда вы учитесь, заставляете себя учиться, Аристотель прямо так и напишет в восьмой книге политики – учиться тяжело. Это неприятно. Поэтому для хорошего гражданина, для Карлоса Кагата, для свободного рожденного, много учиться не нужно. Не надо себя заставлять. И, соответственно, ваша изначальная парадигма, что страдание – это зло, что насилие – это зло по умолчанию, оно уже не работает. Вы должны ответить сначала. Нет, вы просто привели пример с насилием над собой. Я, как человек, вольна. Государство, с точки зрения Аристотеля, государство, которое отвечает за то, чтобы все были счастливы, это государство, которое делает всех добродетельными. А это значит, это государство, которое приучает вас к определенной привычке. То есть государство тоже применяет насилие для того, чтобы сделать насилие. Как или иначе, оно давит на вас и заставляет вас страдать, чтобы через это страдание вы вышли добродетельным человеком. Вот это тогда, получается, государство совершает насилие над своими гражданами. Ну, это конвенция какая-то. Они согласны жить в этом государстве и терпеть то, что государство заставляет их быть добродетельными. Но когда одно государство начинает вмешиваться, например, в дела другого государства и навязывать им свою концепцию счастья и свои добродетели, это ведь уже неправильно? Нет своих добродетелей. Есть добродетели-точка. Все добродетели универсальны. А как же тогда, ну, варварские добродетели? Нет никаких варварских добродетелей. Мы все люди, поэтому есть просто добродетели. Является ли добродетельный человек превосходным по отношению к недобродетельному? Иерархию можете выстроить? Добродетельный лучше, чем недобродетельный? Ну да. Добродетельный лучше. Для каких-то целей. Ага, для каких-то вы снова возвращаетесь к целям. Ну, ведь нет, брат, ты можешь добродетельного? Если вы накажете добродетельного нечаянно, то вы подогрёте веру в это государство, которое наказывает добродетельного. Если вы накажете недобродетельного, то будет правильно, потому что вы укрепите веру в то, что те же, которые у нас добродетельные хорошие люди. Алистотель, если мне не изменяет память, будет обсуждать вопрос, может ли быть так, что государство накажет добродетельного несправедливо, и что с этим делать? Да, там, по-моему, будет этот вопрос. Просто для каких целей, простите? Для цели? Нет, хорошо, для целей благой жизни, для нашей высшей цели, да, то есть иерархия целей все равно подразумевает, что мы можем каждый раз ответить на вопрос, какая цель выше, какая ниже. Действительно, если мы отправляем в мясорубку войны людей, то отправлять нам не добродетельных, но цель отправлять людей в мясорубку стоит ниже, чем цель победить, это очевидно, цель победить выше. Соответственно, очевидно, что для этой цели добродетельный гораздо важнее, чем недобродетельный, потому что если недобродетельный побеждает, то с чем мы остаемся? Побеждать должен добродетельный. Побеждать нехуководцы, вы назначаете находительного полководца, но недобродетельный... Нет, сейчас, побеждают народы. Речь идет ведь не просто о победе, которая достигнет... Ну, прекрасно, народ, он и есть народ, как говорится. Нет, добродетельный... Внутренне народа будут быть добродетельные и недобродетельные, то есть их побеждает народ, нам не может это именно победить добродетельные или нет? Нет, нам суперважно, кто победит в любом случае, потому что… Добродетельные и недобродетельные люди – это разные люди, конечно. Если побеждают недобродетельные, разве не становимся мы от этого все хуже? Вы сказали «народы». Хорошо, но «народы», да. Добродетельные – это народ? Нет, конечно, нет. Все. Нет, но… Тогда проблема снимается сама собой. Если нас побеждают недобродетельные греки, это все равно греки, это все равно победы греков. Ну и что? Так мы же… Нам вообще не важно, греки или не греки. Нам важно, добродетельные или нет. Очевидно, что государство должно стремиться сделать всех своих членов добродетельными. Но, очевидно, это невозможно. Какая-то их часть все равно будет недобродетельной. Даже в идеальном государстве Аристотеля, где середина, где посредственность составляет подавляющее большинство, очевидно, есть меньшинство, которое недобродетельно. Хорошо. Если недобродетельные побеждают, значит, победить они могут, ну, видимо, по правилам, если они права. Только еще более недобродетельно. Ни в коем случае. То есть они могут победить добродетельные? Добродетельные… То есть нам выгодно использовать недобродетельные для того, чтобы победить добродетельные, для того, чтобы в конечном счете победить? Нет. Для того, чтобы выиграть сложение, может быть. А для того, чтобы победить – нет. Потому что если побеждают недобродетельные, то, скорее всего, что они сделают, когда получат эту победу? Они, скорее всего, сделают что-то нехорошее с нами. Это не первостепенный вопрос. Это первостепенный вопрос. Снова и... Нестепенно. И, смотрите, мы возвращаемся к иерархии цели, о которой мы говорим. Не берем высшую, берем три. Победа в сражении, мясорубка, о которой мы говорим. Победа в войне. И давайте добавим сюда создание хорошего государства, добродетельного государства. То есть мы воюем с нашими соседями, чтобы в итоге создать добродетельное государство. Ну, по тем или иным причинам. Для целей победить в сражении можно использовать недобродетельных людей. Для целей победить в войне уже нельзя, потому что тогда мы не достигнем цели создать хорошее государство. Потому что победившие недобродетельные явно сделают с проигравшими и со всеми остальными что-то нехорошее. То есть у нас не может быть добродетельного государства, если прежде все граждане станут добродетельными. Сколько добродетельные граждане формируют добродетельное государство? Такого снова не может быть, потому что даже в идеальном государстве нет, не все могут стать добродетельными. То есть у нас есть идеальное государство, но при этом там не все добродетельные. Да, даже Аристотель настолько трезв и отдает себе отчет в том, что говорит, ровно как и Платон, Разнообразие означает иерархию Мы никуда от разнообразия не уйдем А значит, даже если подавляющее большинство людей Будут воспитаны хорошо и правильно И будут добродетельными Мы никуда не денемся от того, что у нас будет Дефективное меньшинство в одной стороне От этой добродетели и в другой Супербедные и супербогатые Никогда не будет равенства А-ля, значит, на небесах Все славят Господа и нет ни войн Ни болезней и все живут вечно Нет, угроза никогда никуда не уйдет И в этом смысле политическое искусство Является не мертвым искусством Именно поэтому оно такое люфтирующее Если мы говорим об архитектуре Она является мертвым искусством Иными словами, если вы хотите создать статуи а-ля Давид Соблюдайте пропорции Вот здесь вот это, вот здесь вот это Ребра вот так выступают из человеческого тела И никак иначе Пупок выглядит, да, как это Два вида пупка существует, больше не существует пупков Может быть такого, чтобы спупкали злощупальца А в политике может быть И Аристотель отдает себе отчет в этом И говорит, все время придется Придется подстраиваться Придется поддвигаться Все время мы Никогда мы не можем прийти в состояние бытия Такого стазиса При котором мы достигли идеала И можно больше не сидеть на паперованной И больше ничего не делать Мы не говорим об идеальных конструкциях Вот не надо этого Я не Платон, говорит Аристотель Мы сейчас там, он ниже идеи будет убивать Не надо идеальностей, не надо абсолютов Мы говорим о реальности Мы должны быть приземленными Давайте мы на этом остановимся Я уже чувствую, что мы ничего не успеем Вот, у меня было пять книг в мысли Но я, с другой стороны, очень рад Что вы активно включили в дискуссию Как я вам и предлагал Хорошо, давайте остановимся И потом вернемся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!